Ни день не прожил Советский Союз, но я ненавижу его всей душой. Память к Ленина Долрун стоять в каждом городе. Чем плохо совок? Настроение идеализации прошлого. Но вот у нас во власти же все выходцы из Советского Союза. Там больше всего советских. Советского. Шла предполитика русификации. Вот Советский Союз, вот из-за него вот все проблемы. Привет, это Айран Подкасты. Сегодня мы хотим поговорить о десоветизации Казахстана. Почему наша страна смогла избавиться от советских названий, советских памятников, но выкинуть совок из головы до сих пор не получается. Можно ли отказаться от идеализации советского прошлого, при этом не отменив наследие Союза? Меня зовут Алексей Рыблов. Сегодня подкаст со мной ведет Дориан Меркеев. И представлю гостей за столом. Известный публицист Сергей Дуванов. Политический аналитик Эсселбек Бесенбаев. И популярный блогер и ютубер Мурат Данияр, он же Журтын Баласы. Спасибо, что пришли. Досмотрите этот выпуск до конца. Сегодня будет конкурс для зрителей Айрана. Одно из главных условий это, конечно, подписаться. Пишите комментарии. Ну а чуть позже расскажем, какой будет приз и что нужно сделать, чтобы его забрать и выиграть. Чтобы задать тон какой-то дискуссии, Идаурен, я думаю, вы правильно сформулируете, почему важно сейчас говорить о десоветизации и почему эта тема снова стала актуальной. Наши гости уже до начала записи начали говорить, что 30 лет прошло, а начали мы сейчас только говорить о десоветизации. Я думаю, что таким триггером ко всему к этому и вообще здорово, что сейчас за столом сегодня собрались люди разных поколений. Кто-то родился, я родился в 83-м, Мурат родился в 96-м, наши уважаемые друзья родились несколько раньше. Мы говорили о том, что 30 лет прошло, а о десоветизации начали мы говорить как бы только сейчас. Я думаю, что триггером к этому послужили события и в первую очередь военное вторжение России в Украину, потому что тема актуализировалась и вообще у многих поменялось многое в голове, как мне кажется. появилась другая дискуссия в этой стране, изменилось отношение не только к стране-агрессору, а самое главное, мне кажется, к тому, как мы вообще дальше будем жить. И все это происходит, хочется верить, и в голове тех, кто при союзе-то и не жил. Поэтому тема актуальна, мне кажется, в первую очередь из-за войны. Во многом, наверное, причиной вот этой трагедии, которая происходит сейчас, стало то, что тут дело даже не в памятниках, а что вот этот самый пресловутый совок есть у многих в голове. В голове, да, совок. Ну, об этом мы точно поговорим сегодня. Но вот с памятников хотелось бы начать. Вот как мы, почему, Сергей Владимирович, ну, может быть, с вас, почему мы смогли как-то, как будто безболезненно избавиться от всего вот этого? Переменовали улицы, ну, у нас нигде нет памятников Ленину. Есть в Байконуре. Байконуре, да, отдельная история. Да, но почему как-то это бесследно прошло событие в целом для Казахстана, ну, например, не так, как в Прибалтике? Ну, то, что внешние показатели памятник, понимаете, в голову-то людей не залезли. Да я, кстати, против того, чтобы сносить все памятники. Памятник Ленина должен стоять в каждом городе, иначе наши люди, в первую очередь дети, которые подрастают, забудут эту страшную историю из нашего прошлого. Ну, надо о ней правильно рассказать. Это ужасно. Это ужасно, что мы какие-то памятники просто стираем из истории нашей за счет того, что и убираем их. Это моя точка зрения. Ну, отвечая на ваш вопрос, почему безболезненно, да это было интересно. Вы же помните, история страны осталась из кризиса, в которой нужно было выживать, преодолевать, потом из-за эпохи обогащения, когда все кинулись зарабатывать и покупать Мерседесы. Не до этого было. А вот сейчас, правильно вы сказали, что именно эта война обнажила эту проблему, потому что действительно в головах имперское у людей. Знаешь, у казахстанцев, независимо от национальности, осталось. И вот это тоже проявление того совка, понимаете, имперское мышление. Это очень страшно, это обнажило. Это тот нарыв, который вот война прорвала. Прорвала, понимаете. Вот это гниль, вот это все копилось, оно было всегда в головах. Кого-то меньше, кого-то больше. Но война это вскрыла. Это влилось. Но это вот то, что происходит в Украине, это вот это начало большое естественной десоветизации. Сергей Владимирович, вот такой вопрос. Мы с вами говорили о том, что вот недавно нашли архивы. Сергей Владимирович, помимо того, что общественный деятель и публицист, это один из тех людей, кто стоял у истоков частного телевидения в Казахстане. И программа ТНН, одни из первых новостей, независимых в этой стране на телеканале КТК, это тоже детища Сергея Владимировича. Вот мы нашли эти архивы, и вот у меня такое чувство, что вот в этот период, с 90-го по 93-й, 94-й год, на самом деле отношение к советскому наследию, или, грубо говоря, к совку, было другое. Как будто это было то время, когда все это дело обсуждалось более открыто, свободно, было более критичное отношение. А потом как-то, ну, улицы переименовали, памятники убрали. И успокоились. Номенклатура осталась, вся система политическая осталась. Это как раз то, о чем вы говорите, что десоветизация внешняя, ну, переименовали там, и то были дискуссии, там, набережная Красных Орлов, там, в Усть-Каменогорске, или там памятник Ленину в Караганде. Ну, что-то об этом все равно же говорили как-то. Потом это все успокоилось, и системной десоветизацией, изменения политической системы, ну, тем более, там, смены политических элит так и не произошло. Почему? Это не само собой произошло. Этому помешали власти, которые, вот, эпоха, которую вы сказали, когда все это начиналось, тогда действительно был разгул демократии, и власти тоже играли в это, вот, в десоветизацию, за счет памятника, за счет переименования, они, как бы, выглядели демократами перед своим народом, перед Западом, перед всеми, понимаете? Но потом пришло нечто другое в эту жизнь, другие политические реалии, и они перестали этим заниматься всерьез, и десоветизация остановилась, вот, на том этапе, понимаете? Потому что нужно было строить новую систему авторитарной, по своей сути, как мы выясняем сегодня, оглядываясь назад, понимаете? И вот, отвечая на наш вопрос, ответ нужно искать вот здесь, во власти. Десоветизация не пошла дальше, то есть не было у нас ничего более другого, кроме переименования. По-серьезному, историю мы не переписывали, не переделывали. Ну и не говорили об этом еще. Да, и это было запрещено, по сути дела, мы об этом не говорили. Вы вспомните, вот сейчас вы можете найти учебники, в которых вот та эпоха, 90-е годы, да, описывалась более-менее подробно, или где-то хорошие реакции на это пропечатывались. Нет, эту эпоху стараются как-то скрыть, потому что это был разгул демократии. Вот такой должна была страна, она должна была развиваться с того, а она вскачок, а потом пошла вниз. По вашим ощущениям, когда вот этот момент произошел? Ну, это возвращаясь к эпохе правления Назарбаева, то есть... Третий, четвертый? 93-94-й? Нет, это попозже, это 96-й, 98-й, 99-й, когда уже, скажем, Гельдин появился, когда начали прессовать всю оппозицию. Вот с этого времени пошел спад, я считаю. Аслабек Нармич, вы тоже считаете, что надо памятники было оставить? Нет, не считаю. Там просто есть одна проблема, которую все забывают о том, что значит десоветизация. Если мы говорим о том, что Советский Союз распался, это вовсе не значит, что все государства, 15, допустим, союзных республик или там Восточная Европа, немедленно начнут строить демократическое общество, потому что векторов развития было много. Мы их сейчас видим уже, допустим, очень жесткий авторитаризм в Туркмении, да, там прошли этапы гражданской войны, если брать только нашу территорию, это Таджикистан, очень жесткое завинчивание гаек в Узбекистане. У нас определенная либерализация до определенных пределов в начале 90-х годов. Нас даже признали стороной с рыночной экономикой. Но дело в том, что это же тоже неоднозначная тенденция. Если, допустим, руководство говорит о том, что будет демократизация, это вообще ничего не значит. Потому что под лозунгом демократизации у нас, допустим, в установлении сильной президентской власти очень сильный удар по демократии нанес разгон Верховного Совета. Вот многие будут говорить о том, что Верховный Совет избирался при Советском Союзе. Но это был период, который мы говорим, перестройки. Было относительно демократическое, были свободные выборы, относительно свободные выборы, когда в состав Верховного Совета могли пробиться не только члены КПСС или утвержденные там обкомом, ЦК и так далее люди. Поэтому Верховный Совет был относительно независимым. Это четвертый год, да? Да, начало 90-х годов, 94-й год и так далее. Потом, когда его разогнали под предлогом того, что это релик Советского Союза, десоветизация, на самом деле это был большой удар по демократии, потому что вновь принятые законы Конституции 95-го года, она ликвидировала политические права. И вот на основе вот этой Конституции и на основе решения, принятого в период разгона Верховного Совета, эта линия продолжалась, уже понятно было, что колебания между демократией, так скажем, и авторитарной моделью завершились тем, что начинается авторитарная модель. И окончательно добили, вот Сергей, я согласен, это уже 2 апелла 90-х годов, 2001 год, когда вот были известные события, выступления младо... Тюрков. Тюрков, так называемых. Вот. Вот этот процесс. То есть нельзя представлять, что десоветизация, это вот завтра вот начинается все. Снесли памятники и стало советское. Если вы хотите демократию, вы можете построить ее тут же, Прибалтика, пожалуйста. Если вы хотите построить авторитарную, ради бога, она завтра же возникнет. Ну, допустим, вот наши государства, Центральная Азиация. Да, или Монголия. То есть это может вести строительство авторитарной модели, но народ может восстать, так скажем, в результате многих там политических событий, вновь вернуться на демократический путь. Украина, ради бога. Там Майданы были и так далее. Сейчас они... А это раздражает Кремль. Да, как это так? Такие же славяне будут жить, как европейцы. Можно я сейчас вот немножко... Очень хороший тон дискуссии, такой научный. Но вот я задам очень простой вопрос. Чем плох совок? Вот вы прожили половину своей жизни при Советском Союзе. Я сейчас расскажу о наших впечатлениях. Мы общались с многими ребятами, которые бежали из России от мобилизации, общались с казахами, которые в России. И вот это советское, что есть в российской провинции, оно стало для нас во многом откровением. Во-первых, какая-то инфантильность. Люди там как будто бы переносят ответственность на государство. И в связи с этим в чем-то даже рады идти на войну. Как будто бы меньшая предприимчивость, чем у нас, у казахстанцев. Как бы мы не критиковали сами себя, но есть ощущение, может быть, на юге больше, на севере меньше, что в какой-то момент государство нас немножко всех отпустило, но и это нам пошло на пользу. Люди в Казахстане как будто готовы больше зарабатывать, крутиться, вертеться, быть более предприимчивыми. Вот это вот барачное такое лагерное мышление, которое присутствует у людей, с которыми мы сталкиваемся, которые даже против этой войны. Вот вы уже почти ответили на этот вопрос. Ну то есть это на поверхности, откровенно говоря, просто молодежь нынешняя, я на этого не понимаю. Если мы говорим десоветизация, давайте определим, что такое советизация. Вот я по пальцам. Это гражданская инфантильность, это политическая безграмотность, это отсутствие вообще политической культуры у людей. Это я называю политический патернализм, когда государство воспринимается как дойная корова, которая обязана мне дать пенсию, мне моих детей устроить, мне дать работу. На военном заводе. Да неважно где. Профсоюзы должны меня защищать, все должны мне, а я вот царь сижу и ничего не делаю. То есть это не западный вариант, когда нужно работать локтями, чтобы достичь чего-то в жизни. Конкуренция. Да. Тогда можно было жить действительно, получать 120 рублей в своей жизни круглый год, но при этом ничем не нуждаться. Вот для... Это зона комфорта? Лодори и бездори – это идеальное стойловое содержание. Вот стойловое содержание. Вы знаете... В конце 80-х вас это напрягало? Когда вот... Давайте не трогать вот лично меня, я присутствую. Я думаю, у всех по-разному. Я с 71-го года, у меня первый привод в КГБ, в 71-м году был. То есть я диссидент еще из того поколения. Поэтому я это ненавидел. Меня этот дед вложил, который прошел всю войну и был антисоветчиком страшным. Конечно, это скрывалось, и потом, когда это на самом деле выплескивается, все это пресекалось. Это отдельная раздовольность. Это личная история? Конечно, это личная история. Большинство было довольны. Большинство было довольны. И вот сейчас, которым сейчас по 60, по 70, они проклинают этот капитализм сегодняшний. Давайте спросим у Мурата. Вот есть вот это понятие совкодрочеры. В ВК, по большей части во ВКонтакте, в российской соцсети. Ребята, которые родились в 2005 году, рассказывают, какой вкусный пломбир и как замечательно все могут что-то повторить. Мурат, вот ты родился уже в независимом Казахстане. Вот эти совкодрочеры в Казахстане есть? Определенно. Я же человек, который родился, а ни день не прожил Советский Союз, но я ненавижу его всей душой. Я в 2017 году, помню, ролик снимал про Советский Союз, где это... Ну, очень так поверхностно и с юношеским максимализмом прошелся. Типа, я хочу вот кроссовки Nike, почему там, если я жил в Союзе, я не смог бы купить. Ну, и понятно, что я тогда был таким сильным рабом капитализма и вообще западных ценностей. Сейчас уже, понятно, чуть-чуть перестройка идет. К капитализму тоже очень много вопросов есть. Ну, в плане того, какой он сейчас именно. Но к коммунизму вопросов еще больше. Совкодрочеры есть. Я помню, этот ролик вот год назад разбирали, делали условное разоблачение. В России есть блогер, блин, забыл, как зовут. У него 700 тысяч подписчиков. Он вот главный прокоммунистический блогер, который вещает и защищает Советский Союз. Говорит, что там было прекрасно. Делает какие-то расследования. При этом сам молодой? Ну, ему лет 30-35, наверное. Ну, хорошо, это российский. А вот у нас, не знаю, Караганда, Павлодар. Казахстане тоже есть. Даже казахи есть, которые молодые, которые живут даже в Америке. Но прям даже они, вот не совкодрочеры. А, да, они совкодрочеры. Я бы понял, если они вот топили бы за коммунизм условно. Но они топят именно за Советский Союз. Потому что Советский Союз сделал все для того, чтобы сохранить культуру народа. Вот там была настоящая свобода, настоящая свобода в плане кинематографа, например. То есть кинематограф там был со смыслом. Он был хороший. А сейчас, типа, мы жрём одно дерьмо условно, которое там голливудское. Но то, что это дерьмо жрут, потому что люди сами выбирают это жрать, их, конечно же, это особо не интересует. Вот по ощущениям, это вопрос ко всем. Может ли это, вот эта ностальгия по Советскому Союзу, как в умах людей, которые жили при Советском Союзе, так и в умах молодых, сыграть вот такую роковую роль, как это случилось на Донбассе? Ведь во многом жители Украины, и мы тоже были в Восточной Украине и до 2014 года, и Советского там было очень много. И в Харькове, и люди, которые... Определённая часть людей, которые... Чего уж тут лукавить, на самом деле, принимает эту историю с военным вторжением радостно, определённая часть, она была вот теми самыми совкадрочерами. У нас эта угроза существует? Естественно, она существует. Я просто хочу сказать, что вот откуда берутся эти настроения? Дело в том, что если, допустим, существующая власть не предлагает реальной, нормальной альтернативы, допустим, демократическое развитие, или скажут, никакой демократии будем строить тоталитарную модель, отсюда возникают ностальгические настроения, настроения идеализации прошлого. Вот в советское время, помнишь, допустим, везде висели портреты Сталина? Вот при Сталине был порядок, было хорошо, никакой коррупции. Мы сейчас возвращаемся, это феномен массовой психологии. Это вот когда в 70-х таксисты клали фотографии? Да, и говорили, вот Брежнев, коррупционер, там все бухают, никто не работает. А это был сильный лидер, мы с ним выиграли войну. Вот эта война, она как кол в битве в башку, мы выиграли войну. У нас сейчас та же ситуация. Нам не предлагают реального движения или определенной модели развития казахстанского общества. У нас нет ее просто-напросто. Нам говорят, мы сделаем вот это, потом вот это, а потом забывают и начинается... Ну, допустим, говорят, демонополизация экономики. Ну, уже третий год, уже 162 этих человек, как было, так и есть. Вот те движения, которые осуществляются, это просто краска на заборе, на старом прогнившем заборе. Поэтому и возникает, раз нету другой альтернативы, люди все-таки немножко, так скажем, ленивые, они вспоминают тогда светлое прошлое. И возникает такой образ светлого прошлого, советского прошлого. Ну, я просто хочу сказать о том, что не было ничего там хорошего. Я жил хорошо в Советском Союзе, заведовал кафедрой, был кандидатом в науку, у меня приличная зарплата и так далее. Но не было свободы, понимаете? Я получал столько же, сколько человек, которые, вот, допустим, ну, все получали одинаковую заработную плату на одну и ту же должность. Я не мог опубликовать, допустим, те статьи, которые противоречивали марксизму, ленинизму, да? Я не мог переехать даже в другой город, потому что есть институт прописки, без прописки тебя не берут. Ну, это проклятие было такое, да? Особенно для казахов. Я просто напомню, когда, вот, говорят, советская власть построила вам города. Ну, даже в 80-е годы в Советском Казахстане в столице Советского Казахстана 24% казахов только жили. Ну, почти миллионный город. И, по-моему, было две школы казахские только. Вот я жил в Караганде, там ни одной казахской школы, за исключением интерната. 600 тысяч населения, 9% только казахов жило. 9%. То есть это были определенные резервации, понимаете? А сейчас вот, что раз нет, так скажем, проекции на будущее, тогда начинается... Это, конечно, очень опасно. Потому что возникает паразитирующая, так скажем, инертная масса, которую можно везти куда угодно. А активные люди выезжают. Если вы посмотрите статистику выезда за рубеж из Казахстана, то надо понимать прекрасно, что все не могут быть активными, инициативными. Даже вот я привожу иногда пример, допустим, вот в любом научном коллективе примерно 5% они продают и продуцируют новые идеи. Примерно 15-20% могут их развить и поддержать. Остальные — это те, кто потребляет это. Примерно так же в обществе. Вот когда, если из нашей страны, а они уже уехали, вот эти вот 20%, которые рождают новые идеи, могут двигаться вперед, осваивать новую технологию или поддержать этот процесс, если вот эти проценты уедут, все, страна, она погибнет просто-напросто. Потому что останется стадо послушных людей, которым можно делать все, что угодно. Да. Хороший пример с Донбассом вы привели. На самом деле, вот там этот нарыв-то и первый пошел, о котором я сказал вначале. Кстати, в политологии, ну вообще, в политической науке есть такое понятие, если говорить о Советском Союзе, красный пояс. Помните, да? Донбасс, Кубань, Караганда. То есть, вот, и я сегодня, судя по тому, что я знаю, могу сказать, что вот это, если нарыв произойдет, он в Караганде произойдет. Там больше всего советских, советского осталось в головах у людей. Почему? Это специфика. А я не знаю, это надо почитать исследование. Почему так произошло? Отдельный разговор. Но там, где шахтеры, шахтеры, да? Кузбасс тоже, кстати, понимаешь? У них, то есть, пролетариат, он склонен вот к этому, понимаете? К тому, чтобы за них все решали, а они потребляли. И ничего не менял. Да. И ничего не менял. Стабильность, понимаешь, как неизменение. Но, возвращаясь там вот к мысли, которая подзвучала Владимир Абекнаровича, там, значит, по поводу войны. Мой дед, прошедший всю войну, герой войны, понимаете, он говорил, мы выиграли войну, не благодаря остальным, вопреки ему. Понимаете? Да, конечно, бы, да бы, это все скажут, что фантазировать, выиграли и выиграли. Ничего, мы не довели до этого. Понимаете, вот сколько в истории России было войн, во всякую войну, Россия или Российская империя, или Советский Союз, уже это вот та совокупность народов, которые эта империя содержала в себе, проигрывала. Не то, что проигрывала, а входила в нее неподготовленная, включая сегодняшнюю, украинскую. Понимаете? Цусима, там, вспомните, то есть, с Японией, которая считалась неевропейской страной, Первая мировая война, да, то есть, просто повезло. Ну, мы проиграли, Российская империя капитулировала. Даже где она выигрывала, вот как Вторая мировая война, за счет чего? За счет колоссальных жертв. Погибло больше, чем у кого-либо вместе взятых. Говорят, в пять раз, в десять раз, то есть, цифры разные, но они все признают, что на каждого одного немецкого солдата гибло пять или десять советских. Вот это говорит о чем? Что вот это советское сидело и вбивалось в течение 50, условно говоря, 60 лет, понимаете, оно закрепилось и сегодня все равно остается. Не могут люди, обладающие тем мышлением, то, что мы называем совковым, нормально строить экономику. Не могут нормально делать армию. Не могут изобретать телефоны и делать машины. Они даже в футбол не могут научиться играть, понимаете? Не дано. Совок он и в Африке совок. Менеджерская система, она не предназначена для создания каких-то... Индивидуализм это когда я хочу быть лучше вас. А когда я говорю, нет, а что это ты лучше меня? Вот это и есть совок. Когда я здесь, на успех твой у меня зависть. Вот у нас во власти же все выходцы из Советского Союза, ну, грубо говоря. Вот советская номиналатура. Вот это и тема. Понимаешь, что мы в момент перехода в этот транзит не поменяли вот эту часть, эту власть. Мы съездили в Байконур и удивительно, когда город, квартиры и технологии идут параллельно. Такое чувство, что российская космонавтика, которая является наследницей советской космонавтики, она в своих технологиях, аналоговых технологиях, остановилась где-то на уровне 70-х годов на самом деле. И даже вот герой, он рассказывает, что он работает за пультом, он работает на запуске протонов, и этот пульт стоит уже 50 лет. И квартиры у них тоже как будто бы застряли в 90-х, потому что весь жилой фонд в Байконуре это собственность государства. Никто не хочет в них вкладываться и технологии, ну, как автоматы Калашникова. Просто автомат Калашникова, он до сих пор дешевый, и его покупают, ну, наверное, страны третьего мира. Страны третьего мира, да. А так как получилось, что Илон Маск начал запускать намного дешевле, и мгновенно вот эти хваленые технологии российского, советского космоса, которые во многом составляют вот этот миф о советском, они оказались, ну, неконкурентоспособными. Я просто вам скажу, о том, что вот когда говорят о том, что у нас было самое лучшее образование в мире, у нас было самое лучшее... Я просто напомню, даже Райкин пародировал, говорил, генетика и кибернетика продажная девка империализма, да. Кибернетика и генетика были запрещены, мы отстали здесь на очень много лет. Я не говорю об общественных науках, потому что у нас не было социологии, потому что у нас был рабочий класс, трудовое крестьянство и интеллигенция во главе с нашей партией. Что там изучать, да? Запад изучал различные структуры населения, слои, психологию, поведение. Они знали свое общество, мы не знали абсолютно, да. То есть, здесь получается такая ситуация, что научно-технический прогресс у нас закончился с теми людьми, которые получили образование в царской гимназии. Это примерно к 60-м годам. Все. После этого никакого научного прогресса у нас не было. Разбивайте мифы наши. Это первое. Второе. Хотите реальный миф? Вот сейчас Россия воюет с Украиной, покупает в Иране, который находится под санкциями, по-моему, лет 50 уже, да? Шахиды. Дроны. Дроны. Это Россия, которая, типа, вроде запускает спутники. А эти дроны, которые называют мопедами украинцы, да, это простейшая модель. Но у них нету мозгов, так скажем, вот эти чипы там, числовые управления. Ну, технологии. Нету таких технологий. Просто они не умеют это выпускать уже. Поэтому миф говорит о том, что это передовая страна. Его давно уже не существует, извините. А вот сейчас мы, когда говорим о десоветизации, это равно русификации какой-то. Вот это отмена всего советского, ну, у людей же она воспринимается как отмена и русского в том числе. Ну, это вот такой тонкий момент. Я вот тоже тут хочу поддержать Алексея. Вот, Сергей Владимирович, вы, мы знаем по видеозаписям, такой системный противник Советского Союза. Вот записи у нас там 93-го года. Но в сердцах большинства не только русских, но и, может быть, там, корейцев, уйгуров, действительно, критика, системная критика Советского Союза, это очень болезненная тема, которая связана, опять же, наверное, с мифом о советском интернационале, о дружбе народов. И до сих пор это больная же тема. Воспринимается как национализм какой-то. Как национализм, как нападки на конкретную национальность или на русскоязычную. Ну, давайте, вот не будем пока сейчас Советский Союз. Вспомните, была российская же империя, которая, в принципе, ту же территорию уже имела. То есть все этносы, которые сегодня из постсовка вышли, они все были захвачены тогда. Завоеваны, захвачены, присоединились. Это другое. Империя формируется по-разному. Вот она сформировалась. Совок получил готовый продукт, который он просто идеологически оформил в несколько другом плане. Куда внес тему интернационализма, положительных каких-то моментов, социальную поддержку. Автономной республики. Автономной республики. То есть формально все выглядело, почему на Западе многие ученые даже потом приезжали, переезжали, они воспринимали это как действительно прорыв в цивилизационном плане, что вот в Советском Союзе построено общество подсветания и справедливого отношения к людям. Но мы-то жили там, и мы знаем, что все это, ну не все, но по крайней мере многое, очень многое, было дутым. Это были воздушные пузыри, которые лопались тоже и про интернационализм, и про социальное обеспечение, когда... Вот, говорили, у нас же садики дешевые, у нас же обучение бесплатное. Понимаете, ну это же элементарно. Если американец получает 100 долларов в день, а ты 10 рублей, ну зато тебе бесплатно возвращается еще 40, и того ты получаешь 50-60, а американец 100. Вот и все, вот логика, через что возвращаются средства. Ну бесплатность еще, она вкладывалась. Да, но бесплатность формирует вот тот опасный момент, о котором я говорил, что человек опускает руки, он ничего не хочет. Зачем? Ему все дают. Бесплатно... В институт я пойду и так поступлю. Обучусь и буду работать на 120 рублей. Ну здесь есть очень сильный маркер, который определяет, допустим, возможности общества. Это производительность труда. В Советском Союзе производительность труда в сельском хозяйстве в сотни раз была ниже, чем в Америке. Не только потому, что там работникам неохота было работать, но и потому, что там была разная техническая оснащенность и все, ну и так далее. И стимулы были разные. Это первое. В промышленности там тоже в разы, по-моему, пять или шесть раз производительность труда была более низкая. Поэтому говорить о том... Ну потом... Техническая это не принципиально? Не принципиально. Просто работать никто не хотел, потому что он по-любому... Вот я, допустим, я прошу прощения, допустим, вот я рву задницу, работаю, да, я получаю 120 рублей, а человек, который сидит, бухает, да, его правком вызывает каждый раз, он то же самое получает. И какой смысл работать? Это фильм о фоне, да, вот он про это? Два примера. Вот я, пацан, был в деревне в тот момент, я не помню, 10 минут, сколько было, или 12. С дедом, деда разжаловали, потому что он был председателем, ему сказали, сажай рожь, он говорит, земля мерзлая, я не буду, его вызвали на рай... он был партийным, конечно, как же, председателем, нельзя быть без партийным. Он бросил билет, его там хотели наказать, ты что делаешь, почему не выполняешь? Он говорит, зачем губить зерно, вы что, нельзя мерзлую землю бросать зерно, не будет урожая. Он бросил партбилет, его разжаловали в обычные эти, и вот я с ним поехал разбрасывать удобрения, селитру разбрасывали, лопаты, ну, ладно, технически это другое, все равно можно разбросать. И что вы думаете? С чего они начали? Пять работяг, и я, пацан, с ними поехал. Они по две лопаты бросили, потом послали меня за бутылкой в магазин с двумя. И все. И в четыре часа они уже были никакие, и они подъехали к оврагу, вывалили эту селитру. И все, да. Они даже ее не прикопали, мне дед сказал, ты прикопай, а то председатель увидит. Давайте все-таки вот у Мурата спросим. Мурат, твоя аудитория, это ребята молодые. Вот есть ли сейчас отзывается ли это в глазах молодежи, вот те слова, о которых говорят старшие коллеги, свобода, эффективность, экономическая. Или как при Советском Союзе все хотят ничего не делать и получать 120 рублей. Не, определенно, сейчас молодежь уже живет по капиталистическим принципам. Они, ну, молодежь понимает, что все зависит только от них, надо работать, чтобы зарабатывать много денег. по-любому, вот 80 на 20 сказали, это закон Парет тоже, который работает везде. В любом случае, в любом обществе есть 80% людей, которые вот благодаря 20% живут и процветают. Чтоб ты процветал, 8% страдают. Так работает закон, не знаю, природы, наверное. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, я задам вопрос. Вы поймете сами, отвечу вопросом на вопрос, но это будет ответом. Значит, от взаимоотношения, чем гордятся совки? Сегодня говорят, вот было единение партии народа. Народ и партии едины. Да. мы поддерживали эту власть. Ложь. Не поддерживали. Значит, было такое понятие, я работал здесь на ХБК, и все, я просил, мне один, хорошо, если они думают, что это зарплата, то пусть думают, что это работа. Про себя. То есть, мы работаем так, как нам платят. То есть, мы и они, это проявлялось во всем. Вы никогда не задумывались, почему только у нас водители сигнали другому, что там стоит ГАИ. Мы и они. То есть, мы вот простые работяги, а они там, блин. Понимаете? Это противостояние, это не единение, это как раз, наоборот, показатель того, что была большая трещина между властью и народом, и никакой поддержки не было. И хорошо, война случилась на тот период, когда еще эта трещина была очень маленькая, и вообще все строилось, потому что Сталин же был на жестком подчинении. Гнали, там не спрашивали, хочешь, не хочешь, поддерживаешь, не поддерживаешь, под ружье и вперед. Если бы это произошло в Хрущевскую оттепель, я имею в виду, такая война, мы бы имели худшие, гораздо, варианты, чем сегодня в Украине российская армия имеет. То есть, уже был развал, идейный, идеологический. Люди не верили этой власти. Анекдоты. Знаете, что анекдоты, вообще любой вам социальный психолог скажет, что анекдоты, это показатель кризиса доверия к этой власти. Про нее начинают рассказывать ужасные анекдоты, смешные. Общество начинает смеяться над своей властью. Вот это и есть совок. Это и есть советизация. А мы говорим о том, что этого не должно быть. В России, не знаю, по-моему, анекдоты и по сей день рассказывали. У нас с анекдотами вообще какой-то напряг в последнее время. Понимаете? Ну, это я... У нас с чувством юмора, наверное, напряг. Возможно. Я просто одну цифру приведу. Вот когда говорят, можем повторить. Я просто про себя думаю. Вот, допустим, с 22 июня 41-го года по 1 февраля 42-го года около 3,5 миллионов солдат попало в плен. Понимаете? Это практически вся советская армия оказалась... Не только потому, что немцы били. Их было меньше. У них было меньше в разы танков, самолетов. Ну, и так далее. Просто люди не хотели воевать. Разбегались. Прямо, если читать воспоминания фронтовиков, они пишут, вот едет полк, до места назначения приходит рота, которая тоже разбегается. И все. Понимаете? И наши считали, там разные цифры, где-то около... Ну, примерно 1,2 млн тысяч воевали на стороне гилировцев. Угу. А почему у нас... Не все было так гладко. А почему нет у нас осуждения? Ну, вот прошло много лет. Почему нет осуждения советской власти? Преступление, которое совершила власть... Так правитель, нынешний правитель, он тоже из этой советской власти. Как Назарбаев может, который всю жизнь был партийным, это выкорчевывать полностью? Ему нужно просто тогда уйти было. С этого начиналось. Ну, в Прибалтике, в Восточной Европе суды были. Там, правда, допустим, Хонекеры хотели посадить, но в силу того, что они были уже древние, их освобождали. Но систему они осудили. И принимали решения соответствующие, ну, как бы, по нашим языкам, постановлению... Но у нас когда-то к этому придет? Или мы так и просто забудем? Ну, я боюсь, что это... Что это... Мы должны начать тогда уже с 2022 года осудить всех, которые были раньше 2020. Ну, и нынешних руководителей, и премиумов. Можно все-таки вот я вот подниму снова вопрос, на который мы так и не ответили? Что Советский Союз для многих граждан независимого Казахстана это интернационал, это дружба народов. Вот мы не договорили про межнациональные отношения. Ну, что касается межнациональных отношений, то давайте вспомним идеологию позднего социализма. Мы построили единую советскую общность, ну, единую международную общность советский народ, да? Советский народ. Основа советского народа русский народ, да? Потому что который, русский народ, бескорыстно помогал, допустим, казахам, младшим братьям перейти к социализму, минуя капитализм, да? То есть мы миновали, а народы севера вообще из, так скажем, индивидуально не из первобытного общины, но сразу приобщались социализмом, благодаря русскому народу. Основа политической системы не только коммунистическая партия, но и передовой русский рабочий класс, пролетариат в то время, а затем мы ориентировались все на русскую культуру. Почему? Закрывались национальные школы, преподавание шло на русском языке в основном, а затем запретили преподавание получения, допустим, ученых степеней, защита вся шла на русском языке где-то с 70-х годов, запретили на национальных языках. То есть шла политика русификации. Поэтому многие достижения советского народа связываются с тем, что пришел русский рабочий, коммунист, и помог... Я не вижу здесь... Это было. Затем, что касается дружбы народов, это тоже очередной миф. Казахстан тоже называли. Казахстан лаборатория дружбы народов. Но давайте вспомним. Это вот 30-е годы, это кулачество. Сюда ссылали кулаков из разных регионов. 37-й год, первая депортация по национальному признаку, это корейцев. Вот корейцев изобразили как помощников японских милитаристов. Но это надо настолько не знать историю отношений корейцев и японцев, чтобы обвинить их в том, что они народ, так скажем, коллаборационист. Потом начинаются немцы, ингенорманланцы, ну и так далее, и так далее. Их очень много. И они все ссылались сюда. Это что, дружба народов? Ну это лаборатория. Это не народ против народа ссылал, это власти. Это все отношения... Да. Понимаете? То есть это была империя, в которой делились не по этническому... Я не говорю, что это плюс. Не по этническому, а по социальному статусу. Я сегодня с ружьем, я тебя ссылаю, условно, как чеченцы взяли. Да. Чеченцы ссылали сюда. Только из-за того, что они попали в разряд предателей, как их советская власть объявила. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не вижу здесь национальной составляющей. Всякая империя исходит из другого. Другое дело, что Аслабек правильно сказал, что все это было на русском языке за счет русификации, которая была. Это да. Поэтому это воспринимается как русские. Какие буряты, которые стреляют сейчас украинцев, русские? Там и татары, и кого там только нет. Казахи. Даже в том числе и казахи. И коснись, не дай бог, у нас что-то. Тоже будет такой же интернационал, как с той и другой стороны. Можем ли мы сказать, что признание имперскости советского проекта есть обязательный фактор со стороны и русских, и русскоязычного населения в Казахстане. И без этого двигаться дальше в плане десоветизации мы не можем. Вот это же самая больная тема. Люди ставят знак равно между Советским Союзом, дружбой народов и русскими, и русскоязычным населением. Вы поймите, что советское, русское, казахское, это очень сложный вопрос. Отмена советского в осени означает отмену русского. Понимаете? Весь вопрос заключается в том, насколько у нас есть возможность решать вопросы, которые возникают внутри общества, между различными слоями населения, между этносами, между властью и обществом, на основе, допустим, принятых реальных законов, демократических законов и так далее. Сейчас у нас такой возможности нет. Поэтому власть активно эксплуатирует те же советские мифы. И есть жопи у казахского национализма, у русского шовинизма и так далее. Это все неправда. На самом деле мы можем жить нормально. Вы даже посмотрите, те русские, которые давно живут в Казахстане, казахстанцы все прекрасно знают обычаи, обрядность, допустим, всех живущих рядом. То есть это происходит определенная адаптация и узнавание культуры друг к другу. Те, кто живут, допустим, в России, в мононациональной среде, не обязательно в России, они не знают этого. И поэтому им труднее адаптироваться. Понимаете? Поэтому, когда беженцы сюда приезжают, они видят, допустим, русские, которые говорят на казахском хотя бы пару слов, или уступают между бабушке или аксакау. Это совсем другой тип поведения. Он уже у нас сформировался, так скажем, в Казахстане в основе своей. Есть, конечно, всякие такие моменты. Но мы не имеем возможности формировать и картину нашего будущего, реализовывать тот проект, который мы бы хотели. Потому что у нас по-прежнему существует авторитарная модель, которая запрещает любую инициативу, в том числе экономическую. Почему у нас существует монополия? Потому что, если казахстанцы будут жить в реальной конкурентной рыночной среде, они начнут богатеть, они начнут формировать трудовые коллективы. А значит, они обязательно перейдут от экономических вопросов к политическим. А этого больше всего боятся. Поэтому у нас существует монополия. Я думаю, такая постановка вопроса надумана, потому что, понимаете, в России сегодня, да, за Путина голосуют, если бы был такой процент, что вот в основном русские, а другие этносы в меньшей степени или вообще не голосуют. Да. Вот тогда бы это можно. Да. Возьмите абсолютно в равных пропорциях. Это определяется другим отношением к Путину как к политику, как к человеку олицетворяемому авторитаризму, понимаете, как к агрессору. Вот это есть во всех отношениях. Ну, еще дедушка Ленин говорил, нет ничего хуже обрусевшего национала, да, вот когда был спор в последних письмах и статьях Ленина. Казахская молодежь сегодня, ну, твоя аудитория, вообще знают что-нибудь про... Вот, ну, одно дело, там есть совкодрочеры, про которых мы поговорили. Знают, кто такой Ленин, там, ну, вот, какие-то вещи, которые вообще... Ну, я думаю, который наверняка, там, интересовался историей, знает. На любом случае, мне кажется, сейчас молодежь, ну, которая увлекается политикой, больше волнует не советская власть, там, не дезисоветизация, а вот де-назарбаевизация. То есть, мы 30 лет жили, это же вот коллективная травма всех казахстанцев, условно, там, Советский Союз, Галада Мора, расстрелы, а сейчас у нас же теперь коллективная травма от 30-летнего правления Назарбаева, и это тоже все закрыли, все, все хорошо. И через 30 лет и про Назарбаева забудут, как про Ленина, если памятник его уберут. Нельзя убирать. Все хорошо, Назарбаев четкий мужик. Пускай памятник Назарбаеву поставить его на самом видном месте стоит. Кто-то подойдет, плюнет, а кто-то цветы подождет. Это право людей, нельзя их лишать. Аслабек Нарович, Сергей Владимирович, я понял, да, вы не связываете вопрос национальный с вопросом де-советизации. Сейчас хочу затронуть немножко другую травму, да, есть у нас в центре города парк 28 гвардейцев-панфиловцев, да, и история с подвигом 28 гвардейцев-панфиловцев, которые мы в своих там спецрепортажах везде подбирались много раз, очень болезненная и очень такая большая травма для многих людей и точки зрения полярной. Сейчас не будем вдаваться в эту дискуссию, но есть там постановление военной прокуратуры СССР 48-го года, которое заявило о том, что, ну, во многом список опубликованный там журналистом Кривицким, он выдуманный, да, и многие историки, архивисты, с которыми я общался, они говорят, не надо трогать эту тему, это тот советский миф, который не надо никак рушить. Второй пример, да, открылся у нас вот в Карагандинской области в поселке Долинка или Долинка, Долинка, да, музей в здании лагеря управления Карлага. Такой смешной музей, в котором все это рассказывается, и отдельная комната, посвященная как-то увязанной власть, ну, это было давно еще, при Настане Абишче был открыт музей. И правда о Карлаге, она тоже на самом деле там никак не раскрыта, при том, что зоны, общий режим, женская колония, малолетка, все вокруг есть. Вот смотрите, две темы, которые мы обходим стороной. Формулирую вопрос, нужно ли там ковыряться, копаться, вот в этой советской неправде? Я, знаете, давно уже имею точку зрения на этот счет. Вот действительно памятник. Ну, фейк, ладно. Доказали на сто процентов. Напишите об этом, и пускай стоит. Это часть истории. Что человек через 30, 50, 100 лет придет и скажет, а что в то время врали? Они должны знать нашу историю в той вот ипостаси, в которой она была. А иначе мы сейчас уберем его, построим очередной там ресторан, забегаловку, кофейню, понимаете? И все. И через 20 лет никто вообще про этого Клочкова не вспомнит и про эту войну не вспомнит. Не, ну а как людям объяснить, Сергей Владимирович? Как? А вот там люди ходят, журналист придумал это все. На самом деле ничего не было. Но было это памятник. Ребят, не лезьте вы туда с нашей колокольни в ту историю. Да, это грязно, это ложь. И с Карлагом то же самое. Понимаете? Вот сейчас это вообще, вот даже если что-то менять, но не сегодня. Вот сегодня, когда все это болезненно, когда это как оголенный нерв, понимаете? Это этнические вопросы, российские вопросы. Давайте подождем до того момента, когда общество успокоится и трезво ученые все расскажут, покажут. И тогда на референдуме страна примет решение, что делать с этим памятником. Выкинуть его на свалку? Понимаете? Или... Дискуссия об этом должна быть? Должны сниматься фильмы? А мы что делаем? Мы вот дискутируем сейчас. Конечно, все должны сниматься, фильм, кто-то должен снести его, а кто-то нет. Но принимать решение должен быть народ, а не какой-то очередной Такаев Назарбаев. Там просто дело в том, что мне посчастливилось, я работал... вы же об этом сделали в фильме, да? Я работал в институте истории, археологии, этнографии, как раз учился в аспиранторе в отделе истории Отечественной войны. Вот как мне рассказывают. Там на самом деле подвиг панфиловца был. Я просто напомню зрителям ситуацию. Тогда была оккупирована вся западная, европейская часть Советского Союза. А это основной мобилизационный потенциал. Потому что в Сибири в то время жило... Во всей Сибири 8 миллионов человек. На Дальнем Востоке еще меньше. И основная мобилизация шла с Кавказ и Средняя Азия. Тогда те дивизии, которые пришли... Я напомню еще раз, вся первая армия, советская армия попала в плен к этому времени. Она в 3,5 миллиона. И это были новые части, которые спешно формировались и перебрасывались на защиту Москвы. Примерно 75% этих частей представляли лица коренной национальности, среднеазиатой. Теперь, что касается... Подвиг, естественно, был панфиловцев, но не так, как его изобразил Кривицкий. Кривицкий, он даже не выезжал там. И когда он написал этот очерк, он приехал к Давиду Ортенбергу, главному генерал-майору, который, по-моему, был. Он был главный редактор вот этой газеты, Красное Знамя, если не ошибаюсь. Ортенберг его спрашивает, вы сами слышали слова «Велика Россия, отступать некуда позади Москва», который сказал по литру Крачков. Он говорит, нет, но он как коммунист, он должен был это сказать. Ортенберг говорит, правильно, товарищ Кривицкий, и утвердил эту статью. И когда начали уже реально копать, там очень сложная история, я просто советую вам посмотреть, вот там долго рассказывать, вот это на памятнике нужно выбить уже сегодня. Да, понимаете? И все. Но я просто хотел бы сказать, что есть реальный подвиг панфиловцев, которые погибли там, защищая Москву. Есть, так скажем, выдуманная история Кривицким, что не отменяет реального подвига панфиловцев. Потому что панфиловская дивизия, она должна была держать рубеж, где-то дивизия в то время, примерно 6-7 километров. Панфиловцы держали 30 километров. Естественно, они не могли все это удержать и погибли. Но, тем не менее, они остановили наступление. То есть подвиг был, но не такой, как изобразил Кривицкий. Поэтому надо, конечно, надо копать в этой истории и довести народу правду. Но дело в том, что идеологическое государство было, Советский Союз. Его в многом сохранили, его традиции. Поэтому и как бы не копают. Что касается Карлага, это вообще страшная история. Когда создавался Караганельский мемориал, я там еще работал, я был одним из учредителей мемориала, но быстро уехал, поэтому никаких заслуг моих нет там. Но, тем не менее, карагандинские историки очень активно работали. Другое дело, что, может быть, попалок по рукам бьют или там публиковать не дают. Потому что это тоже трагическая история. И там погибло очень много людей. Это же огромная территория, едва ли не треть республики. Там классная экспозиция. Меня вот удивило, почему там комната, посвященная достижениям Казахстана за 30 лет. Каким боком она устраивается. Я же говорю, что идеология не меняется, она вмешивается в любой процесс. Допустим, если там история казахского народа, если мы будем брать, она намного более глубока, трагична, героична. Я чувствую, какие будут комментарии под этим видео. Я прям чувствую. Там есть многие вещи, которых даже сейчас не поднимают. Это становление казахской нации. Там много дискуссий, допустим. Вот эти темы стали, кстати, сейчас очень актуальны. И запросов очень много на ютубе, да, мы смотрим. Есть запросы у аудитории, вот у молодежи сейчас, интересуются истории, но, наверное, больше не советская, больше какой-то современный или совсем глубинный какой-то период? Ну, я думаю, абсолютно большинство у нас не интересуется, а политично им это не интересно. А вот какая-то идентичность, которая сейчас вот в связи с другими ситуациями? То есть казахская музыка, казахский язык. Мы же видим то, что из-за войны... Но история казахской. Да, из-за войны казахи, которые не знают русского языка, уже поняли то, что надо казахский язык учить. И это они поняли не из-за того, что там вот личные корыстные цели человека, потому что если ты не знаешь казахский язык, ты уже в обществе проигравший. А до этого, например, казахский язык в Алмате, ну, зачем он тебе нужен, в принципе, да? Ты со всеми на русском языке на работу устраиваешь на русском языке. А сейчас казахский не знаешь, тебе, ну, стыдно немного. Из-за этого начинают его учить. Ну, вот о истории, исторические какие-то моменты, ну, про себя вот узнать, понять, что-то переосмыслить, ну, даже если... Ну, да не знаю, вообще копаться. Можно, извините, Алексей, в советском периоде, потому что, ну, по понятным причинам у нас вот Джанебек и Кирей, потом 91-й год. Советского периода нет вообще. То есть он как-то был невыгоден. И рядом Россия. И фундамент путинской агрессивной России сейчас это огромная накачка через кинематограф, через программы, через следствие вели, через детективы, через сериалы. Накачка советским периодом. У нас советского периода нет. Выходит, ну, вот там фильм Дос Мукасан вышел, фильм, хороший фильм, да? Там еще. Ну, такой продукции очень мало. Нам дальше изучать период советского Казахстана нужно или нет? Нужно, определенно нужно. Потому что вообще у казахской истории огромные пробелы. Вот, например, я бы хотел бы про Абая Кунанбаева фильм какой-то посмотреть. И не только один. То есть он у нас какой же всегда вот, да, с книжкой в руках всю жизнь двигался. Дос Мукасан, например, фильм, мы видим то, что это в позитивном ключе. Да, я фильм сам не смотрел. Но я хотел бы Дос Мукасан фильм посмотреть в негативном ключе именно со стороны Советского Союза. То есть как как они гастролировали. То есть все деньги, которые они зарабатывали, уходили не к ним в карман, а условно там партия забирала. Сказали, концертную организацию забирали. Да, да, да. Они получали ставку. Допустим, там ставку народный артист, заслуженный артист, там первая, вторая категория и так далее. Проценты, да? Да. Не проценты, а зарплату. Допустим, он выступил с концертом, 9 рублей получил или там сколько-то. Ну, не много. Ну, плюс премии там. Ну, плюс может быть премии. То, что мы должны были утвердить свою концертную программу вот перед представителями партии, тоже людям, да, людям надо показать это. Я не знаю, фильмы показали, нет? Что-то снималось, что-то отбрасывали. Что-то разрешали, что-то не разрешали. Это было такое. Вот это и есть советизация. Об этом мы и говорим. Фильм снимают, что этого не должно быть. Обязательно надо утверждать. Вот первый советский, советско-казахстанский фильм «Амангельды и Манов», помните, был первый? Он снимался на русском языке. Потому что рецензент сидел в Москве, и он не понимал казахского. Говорил, давайте снимать все на русском. Ну, снимали на русском языке казахский фильм. Все. А ты что-то там скажете? Да, вдруг что-нибудь не то. Ну, а есть же очень много таких сложных моментов. Я не знаю, там, Акын Джамбул Джабаев, да, и песни о Батыре Ежове, и оды Сталину. Вот как это сейчас будет воспринято, и насколько, опять же, эффективно, как вы, Сергей Владимирович, говорите, не то, что эффективно, а нужно сейчас вот рассказывать и об этом тоже, когда общество, ну, такое напряженное, так сложно все сейчас. Нет, сейчас, конечно, это будет палка в огонь, только разжигать будет. Но, в принципе, конечно, да, нужно об этом. Конечно, нужно. Не надо это как памятники сносить. Это тоже память. Для нас же Советский Союз это в первую очередь вранье. Вот для меня это вранье. Самое главное слово. Но оно было. Вот пускай люди, наши потомки об этом тоже узнают. А если мы сейчас замажем, ретушируем и скажем, ой, все хорошо было, да? Ну, дело в том, что, понимаете, там возник Сулейман Старский на Кавказе. Он начал вот сочинять, ну, Великий Сталин, Ежов там, ну, и так далее, и так далее. А в Советском Союзе один почин должен повторять другие республики. Поскольку он как бы восточный человек, во всех восточных республиках начали искать аналогичных окинов, да? И вот мне рассказывали старики, я не знаю, правда или нет, что Жургенов говорит, надо срочно найти. Ему говорят, вот там сидит на базаре человек, который вот выступает. А, ну-ка, немедленно его сюда. Возникает бригада переводчиков. Да, да, да. Вон, допустим, о, Падишах, Падишахов, о, царь царей, Великий Сталин и так далее. Они переводят, о, гений народов, да? Да, величайший коммунист Сталин, наследник Ленин. Ну, они переводят совсем по-другому. Да, и вот получается такая ситуация. Но это как мне рассказывали. Это надо обращаться к тем людям, которые там работали. Я просто к тому, насколько будет болезненно это для... Конечно, болезненно. ...для наследников, для... Конечно, болезненно. Просто дело в том, что вот я помню, президент Назарбаев говорил, мы не можем открыть архивы. Почему? Потому что там доносы друг на друга писали. И эти люди до сих пор живы, и их дети дружат между собой. Если они узнают, что, допустим, этот человек писал донос на другого человека, что будет в нашей стране? Это прекрасная казахская советская интеллигенция, которая вот здесь, на улице Тулебаева, во многом обитала. Не только в Казахстане. Не только в Казахстане. Это по всему Союзу. Это империя была. По-другому там нельзя. Вот мы приходим к тому, что десоветизация нужна, но такой это болезненный момент. И архивы вскрыть... Без хирургического вмешательства выздороветь человек не может. Абсолютно нет. В чем-то болезненно, в чем-то здесь мешает политика. Нынешняя политика власти. Но человек болен, надо делать вскрытие, и этот гной вытащить. Это болезненная процедура. Но если ее не сделать... Ну, как Сергей Владимирович говорит, вешать таблички. Это легкие курящего. Можно вешать таблички, можно просто рассказывать. А у нас, кстати, об истории у нас нет таких нормальных... Ну, как бы... Давно ли вы видели научно-популярные исторические журналы в Казахстане? Массовые. Или рубрику в газете. Газеты все позакрывали и так далее. То есть у нас... Ну, как бы... Это работает... Ну, газеты везде умирают. Поэтому это... То есть какой-то Путин не через отрицание, а через какую-то модернизацию, наверное. Естественно, да. Отрицать очень просто. Нет. Эти пути будет само общество искать. Понимаете? Сейчас трудно говорить, подсказывать, что мы не готовы предлагать какие-то пути. Но то, что это болезненно и что-то нужно сейчас не трогать, понимаете, это очевидно. Отвечая на ваш вопрос. Безусловно. Мы просто не поднимем весь тот груз, который перед нами. Потому что у нас, допустим, очень мало историков профессиональных, очень мало там... Ну, и специалистов в разных отраслях он не может сразу все эти вопросы решить. Ну, решать надо... Ну, огромная куча сидит, ее надо разгребать. Поэтому ее сразу не решишь. Ну, надо начинать когда-то, чтобы ландшафт был нормальный. По поводу того... Ну, надо же что-то делать. Отменять. Вот. И как это отменять? Вообще все это советское. Помнить. Памятники оставлять, не оставлять. Откуда вообще молодежь, в молодежи сейчас это... Ну, мне кажется, вот по регионам, если проехать, ну, какие-то, особенно, вот до Караганда, хороший пример, мне кажется, что Усть-Каменогорск, там еще какие-то города, ты часто ездишь куда-то вот по этим. Вот там как будто... Мне кажется, они вообще о советском Казахстане ничего не знают. Не знают. И Кунаев это добрый дедушка, который был до Назарбаева. А там до Кунаева был Джанибек и Кирей. Вот примерно так все. Ну, ощущение как будто вот... Ну, раньше было лучше, как будто всегда. Так и было. Ну, сейчас вот молодые ребята, которые занимаются историей, то есть блоги там, в ТикТоке, в Ютьюбе ведут, они про Союз ничего не говорят. Они, то есть, показывают то, что было раньше. Казахское ханство, национальная наша одежда, потому что там тоже надо разобраться. То есть молодежь тоже особо не вдупляет. Я сам тоже не вдупляю, что там было. Там же тоже вот война, война, убили, убили Аблайхан, там у всех история одинаковая. 20 лет сирота, который потом стал ханом и так далее. Вот, то есть сейчас начинает казахское общество, молодое, оно начинает сперва, вот, надо разобраться, что было до Советского Союза. К Советскому Союзу мы, думаю, придем. Но я больше желаю, чтобы мы вот Назарбаевскую тему обсуждали больше. То есть ты думаешь, надо с конца начать, вот с этой? Я говорю о том, как общество сейчас само идет, чтобы вот национальную идентичность свою понять. А про Советский Союз, я вообще про этот Советский Союз, ну, редко думаю в последнее время. Раньше что-то он меня сильно беспокоил, не знаю, то, что вот Советский Союз, вот из-за него вот все проблемы. Да-да-да. Сейчас особо я про него не думаю. Вот, как я говорил, коллективная травма нашего казахского, условно, народа, да? Вот все это надо обсуждать открыто, чтобы не было... Ну, как мы это будем обсуждать, когда у нас, ну, нынешняя власть, наверняка, ничем не отличается от советской? Я вот не знаю ни одного госслужащего в стране, который не был бы хоть на немного не согласен с Токаевым сейчас, как это было с Назарбаевым. Все раньше говорили, вот благодаря мудрой политике Ильбаса сейчас говорят, я поддерживаю инициативы главы государства. То есть слова поменялись, но смысл один и тот же. Давайте я тогда подытожу. Мне кажется, мы уже достаточно поговорили. главные мысли, да? Десоветизация – это не только снос памятников, это смена государственного управления, государственных элит, государственного мышления, вытравливание вот этого совкового, лагерного, барачного инфантилизма безответственности. Копаться в советском периоде надо, хотя молодежи это, как выясняется, не слишком интересно, потому что молодежь хочет разобраться в более ранних периодах. Но молодежь все равно часто обсуждает именно моменты голодомора и расстрела интеллигенции. Вот этот вопрос надо решить, что в парламенте обсудили, не знаю, как геноцид приняли или не приняли, чтобы общество уже поставило точку на эти вопросы. Но это всегда обсуждается, опять обсуждается, опять обсуждается. Много сложных моментов в истории советского Казахстана или в советской истории Казахстана и подходить к ним нужно аккуратно. Мы пришли к этому. Разом все мы не проговорим, но проговаривать надо. Без проговаривания не будет ни десоветизации, нужен постимперский дискурс. Ну вот как-то так, если так сформулировать. И к чему мы еще пришли сегодня? Ну вот. Какой важной мысли? Ну потому что нужно все-таки, мне кажется, через... Не отменять. Ну то есть просто кэнсел какой-то он не поможет в данной истории. Вроде 30 лет прошло, что-то уже поменялось, и сознание где-то меняется. Вот у молодежи, да, запросы другие. Но отменять, просто отменять нельзя любую, наверное, историю, да? Нужно сначала в ней разобраться, нужно где-то расставить точки, действительно проговорить. Поковыряться. Поковыряться. Но процесс это тяжелый и очень болезненный. Будет больно, наверное. Но события, которые происходят в соседних странах, говорят нам о том, что если мы этим не займемся, то может быть хуже. То может быть хуже. Да. Да, это все равно вылезет где-то. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Ну и вот поле внизу для обсуждения, рассуждения, если не согласны. Да, только без мата. Постарайтесь, пожалуйста, сохранять. Как в Ютубе пишут, сохраняйте нормы сообщества, да, что-то такое. А почему у вас маты запрещены? Нет. У нас все открыто. Нет. Все можно. У нас можно материться, но когда никого никто не обзывает, а просто эмоционально его сказали. На личности не переходить. А сейчас конкурс, как и обещали. Предлагайте тему для следующего подкаста и спикеров, кого вы хотите, чтобы мы пригласили в гости. Пишите под закрепленным комментарием под этим видео. Через две недели мы выберем самую интересную тему и назовем имя победителя. Он получит от нас вот такую классную худи с логотипом Айрана. Главное условие, вы должны быть подписаны на наш канал. Спасибо. Спасибо вам большое, Асулбек Нарович, Сергей Владимирович, Мурат. Спасибо большое. Огромное спасибо. Субтитры подогнал «Симон»